Привет всем! Вы на канале ТОП-Армия. Россия неожиданно ответила на провокацию со стороны британского правительства. Великобритания всегда видела Россию как своего соперника и за последние два года интенсивно проводила кампанию по противодействию Российской Федерации, включая введение санкций, провокации на границах и дискредитацию в СМИ. Однако российский президент Владимир Путин сделал такой неожиданный шаг по отношению к Лондону, который ошеломил британских чиновников. Российские действия вызвали замешательство в Британии. Согласно моим данным, представители британского правительства обычно склонны насмехаться над своими противниками и хвалиться в свои достижения. Однако после недавних событий в России ситуация изменилась. Стало известно, что российским военным удалось захватить ракету Штормшадов, причем не просто обломки, а рабочий экземпляр. Эта информация была подтверждена бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Россия планирует изучить ракету и привести реверс-инджеринг. Таким образом, Россия намерена раскрыть секреты британской оборонной промышленности, касающейся ракеты Штормшадов. Но это еще не все. Чтобы усилить эффект, Россия пригласила журналистов на процесс демонтажа ракеты, чтобы запечатлеть это событие. Британская сторона от этого в негодование. Я могу предположить, что для России важно не только устройство ракеты, но и публичная демонстрация победы над противником. Внутреннее устройство ракеты Штормшадов было запечатлено на видео и опубликовано в сети, что позволит любому заинтересованному лицу ознакомиться с секретами британской обороны. А как вы относитесь к неожиданному ответу России на провокации со стороны британского правительства? Читаете ли вы этот шаг эффективным или считаете, что он только усугубляет напряженность в международных отношениях? Поделитесь по этому поводу вашим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуске от канала Тупарми, конечно же, не заканчивается. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо найти обязательно кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.